Ну такая красивая, что когда она шла по улице, у всех прохожих, даже у собак. Гав-гав-гав-гав! Два спектакля в день. Именно так артисты отмечают свой профессиональный праздник. Для нас это и есть работа, говорят артисты, и чем больше зрителей, тем лучше. В век информационных технологий достаточно трудно увлечь детей, говорят в театре. Но в Пьеро есть свои секреты. Атмосфера волшебства и сказки заставляет каждый раз окунуться в детство. Причем не только юных зрителей, но и взрослых. Кукольник – это такой большой, маленький мечтатель. Потому что ему не нужно выходить из детства. Это его сфера деятельности, это его работа, это его самое любимое занятие на свете. Перчаточные, ростовые, куклы на тростях, марионетки – вот главные герои всех спектаклей. Но прежде чем представить зрителю новую постановку, в мастерских театрах кипит работа. Все костюмы артистов и самих кукол изготавливают здесь же. По эскизу художника по таформе стерит куклу. Модельер шьет костюмы. Это процесс трудоемкий и кропотливый. На их создание в театре уходит не один месяц. Те персонажи, кто уже вышел из репертуара, отправляются в музей. Посетить который может любой желающий во время антракта. Идея пришла коллективно, признается художественный руководитель театра Александр Ярилов. Почти три десятка лет он у руля. Говорит, привлечь зрителей в театр сегодня сложнее. Но планы на будущее большие. Мы получили достаточно большие деньги на смену цветового оборудования. В прошлом году поменяли весь свет. Более миллиона рублей нам дали. В этом году нам дают серьезную сумму на постановку спектаклей. Постановочные так называемые средства. А пока в театре готовятся не только к очередной встрече с оримбургским зрителем, но и к гастролям. Уже в следующем месяце трупа едет на международный фестиваль в Иваново. Ольга Энгельс, Константин Воробьев. Новости дня.